Камилов пытался не стоять и на рылках, но не точно. Сделал небольшой рывок Сергей, подустал и прерывает мяч впервые уши. Да, есть зона, есть зона. Смещается в центр, нужно сделать в центр, нужно сделать пас. Пас на Низанубин, Бинова, Булю рядом. Ильдар, в штрафной площади, берет мяч, опять же, берет пас назад на Гилаяна. Гилаян, Амазов, удар, боворотный, гол, 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 гол. Первый мяч в этой... Должили работать, но вот и поражение в Груздой от Тюмени. Со счетом 2-3, вот сейчас в Ярославль приезжает еще лидер в футбольной национальной лиге, а потом Шинник отправится в Чертаново. Где такая самая амбициозная молодая команда всей лиги. Играет очень здорово, весело, задорно, а пока у нас Булия наносила удары, поворотные. Это тоже стоит сказать, вот это может быть желтая карточка, но пока мяч остается у рот, расчетки на один... С квалификацией получил красную карточку в матче с Торпедо. Это тот самый пилот на последних минутах матча, который уже оброс с поля. Первушим чистейшим образом отобрал. Контр-атакой на ротора, Камиль Мулин. Передача на Ковторанзе, Ковторанзе... В фене, что Аганистян не самым удачным образом, вот первый свой удар исполнил. Прямо по центру. Вот ответная атака ротора, уже в штрафной площади мяч. По двери, нужно подниматься. Счита Мазурав. Мазурав разгоняет атаку и нужно догонять сейчас мяч. Но быстрее футболист Шинника и переигрывает. Сейчас Федор Первушин, Илье Мазурав. Считик был первой Александра и далеко от атака пошла. Сергей Серчатков. Сеть не будет, необходимо вставать. Матюни сразу показал, что мелкие вот эти нарушения, которые на грани, которые на грани фола, они все будут игнорироваться. Продолжение следует... Ну что ж, здесь опять на улице по штрафной площади продолжает выигрывать верховую борьбу Амур Калмуков. Лучше наверху не получать его матча. Получалось, для Мулина не принимает камень мяч. Отбивает его до Николаза. Смотрите, что творит здесь первый. Что взливал фланга в центр, прибежал питерский номер ротора. Ротор намерен выйти в премьер-лигу. Официально об этом никто не заявляет. Но намерения, в общем-то, ясны. Только приходится задаваться вопросом, на которые ответы до сих пор, наверное, ищутся. Официально именно, когда они выиграли в путь. Навивать не сумел. Сейчас у нас на поле происходит зачин. Не могу его назвать, раз это очень интересно. И, безусловно, ротор мотивировал. Ротор, все, у меня. Передача, перехват. И смотрите, смотрите. И опять ротор побежит. Где здорово на Первушина, головой. Дальше на Юшина. Юшина разворачивается, врывается Первушин. И 4-1. Браво, вот сейчас браво игрокам. Невки Химика. Шикарно. А сейчас Шинник идет вперед. Василий Орельников. Федор Первушин. Прострел в штрафную. И гол выбивает Алексей Пугин. Или даже автогор. Шинника. Сейчас Первушин борется. Главное не фалить. И передача к воротам нет. Это можно выполнить удары. 3-0. 3-0. Ислам Маршуков. И 99-й Николай Киаргабиани. Смартагогнев. Главный тренер Алани. А тем временем у нас у практический выход. Один на один. Удар поворотом в исполнении Мулина. Но не очень опасный. Получается Камиля удар. Илья Мартынов. Это молодой ватыпник Краснодара. Пока отходу тычного года. Рождение тамошней школы. Мяч ворот. Вот так. Все-таки правый фланг. Нелиза Малиева. Для Луча очень проблематичный будет здесь. Атака Ярославцева. Хороший момент. И гол. Сергей Сободин. Не то, чтобы очень много моментов было. Но по контролю мяча точно получается гораздо лучше. Первушин. Право в полуфланге. По тревую мяч убирает. Наверх на дальнюю штангу. Нужно принимать и бить. Судар только. Жукова. А Ботнер действительно, даже если бы он был полевым игроком, он в классе нисколько не уступает. Все перечисляем. Ротором отдать. Емулин отыгрывает назад. Можно здесь бить. Жня. Тварьев затихнет пола. И голы крепую передачу. И чуганом. Акорбил. А здесь у нас на самой профке мяч достает Первушин. Следом передача в штрафную. Подхватывает мяч Игорь Шеволик. Открывает молодежки. Так и в клубном футболе. А здесь прекрасное подключение с правом фланга от Федора Первушина. И находит он Камиля Мулина. И почти два забитых мяча за игру. Именно такая сейчас стоит задача у хозяев. Но сейчас нужно обороняться. Для того, чтобы не пропустить третий. И пиани выскочил. Эта приставка применимая. Я уже говорил. Практически ко всем процентам. Ротора. Который близок к тому, чтобы одержать свою победу. Тегостильный и дальний удар. Отскок остается за нижнекамцами. Прострел и первый мяч отправляет. Мужка сильно в себе мяч пропасывает. Шаг по отболю. Здорово играет. Все, здесь в мяч. Подача на дальнюю штангу. Мяч доходит. Но тут никому замкнуть. Но догонит мяч, конечно же, сейчас Дутиев. Очень был неплохой навес. Уже в футболисте текстильщика. 5 в 5 могло получиться. Вот буквально тремя секундами ранее. А теперь уже в курсе большинство. Игроков текстильщика здесь дико. Так вот сейчас может получиться неплохо. Снова, снова брак. Брак в 3. Свой же результат. Образца первого круга. Когда в Ярославле. Красно-черный. Выиграли 1-0. В самом концовке. Штав замечает. Забегание Федора Первушина на правом фланге. Первушин. Сразу низа передачи. Бабин в одну касание. Мурин бьет головой. Какой сейф от Сергея Волкова. Просто уже казалось. Ну, ту. Игрывает своего оппонента. Передача на фланг. На Первушина. Федор Первушин. Быть передача на Кипиане. И в последний момент выбивает мяч. Константин Савичев. Но вновь. Вновь. Здорово. Федор Первушин. Передача. Хороший бас на фонаре Первушина. Первушин. Хорошая передача. Дальше пробить. Турно Серченкову. Сделал он это. Но накрыт. Вот этот удар. Игрыш Колик вновь. Встреча. Всего команды провели. Двадцать матчей. Семь побед. Очень внимательно. Пока нижнекамцы действуют. Вот тут получилось. Все-таки разорвать немножко оборону. В штрафной передаче. Там уже Шурген. Все контролирует. Но это пока Муллер не особо заметен. Вот в таких моментах. Кипиане выпрыгивал. Подбор Чуканов. И здесь уже Шурген. Принимает мяч на себя. Вдулаев. Еще один удар. На этот раз уже Денисов встает. На линии мяча. И вот на этот раз уже Макар. Постреливает опасно. И подставлена на нога. Вовремя момент отличный. Сейчас был у Мулина. Такое ощущение, что вот те моменты, которые были. Это Академия. Это жуньер. Всем прекрасно. Это Академия одна. Да, это. На идее. Нужно больше молодых футболистов. Очередной удар поворотом. Разыгрывают, разыгрывают футболисты. Волгоградцев. Передача назад. Это под подачу. Навес следует. Скидочка от назад. А поэривы. Прямо на Косаревского. Интересного много. Ростальная передача. После этой атаки. Давайте подводить. Еще про передачу. Тарасов. Надежен, как всегда. Устремляется вперед. Из этого сложного положения. Замодин. С левой ноги бьет. Попадает в игрока. Ну а Пермушин на такую отдает мяч в борьбу. И симптом. Что показывает стиль. Что пусть и здорово вышли из этого сложного положения. Замодин. С левой ноги бьет. Попадает в игрока. Попадает в игроках. Попадает в игроках. Попадает в игроках. Он не стал делать исключение и под встречу с представителем РПМ. Ну и Ахман. Здесь. Здесь намного все интереснее. Но здесь все было бы опасно. Если бы. Вполне привычно было бы и вдвоем видеть. С ним и Сибаев Вадагин. Но это сегодня не происходит. Зато момент какой. Это 12 минуты роста. Чуканов. Хорошо. Вот он до Пермушина. Заброс. Примерно к линии Вратарской. Там первым на мяче. Победу к ряду одержала. И пока не проигрывает. Ну. Вот еще моменты. Это Jacob. Есть. Подача, удар головой. Вот сейчас было неплохо, но Андрея Чубанов направил в створ. Мяч не сумел. Тут нам задопает. Ивана. Зинтит. Подача в центр. Здесь никого. Шкулев не будет играть. Александр побегал, а Ваня могут и не услышать. А он пока спокоен между тем. Хотя, на мой взгляд, ситуация была очень опасная. Нужно Ансавву, 81-й. Арутюн Креголян, 87-й. 53-й Александр Черников. 20-й Илья Шкулев. Наквали, пока это как-то в принципе не успевает заработать для себя нарушение. Потому что матч уже стал лидером. В втором тайме. Матч из форно-белых. Он вышел вместо Александра Рязанцева, который, кстати, в прошлом матчу забил гол. Конечно, много говорят о том, что у торпеды сейчас кризис. И не согласиться с этими словами. Пола Сладникову передоставил место с этой нападением. Но пока в атаке. Ротор, перевод на правый край. Сеченков. Макатадзе забегает. И есть вариант Сечука. Заложил Финк. Эффектно и сохранил мяч. Который в итоге переведен на дальний фланг. Но в итоге, правда, следует потеря. И туда здесь контратака не получил. Видит Бавин. В одно касание. Тут здорово. Обратно на Первушин отдает. Первушин. С мячом сейчас остается Федор. И с мячом он в итоге в трофную и входит. Обычно прострел на ближнюю штангу. Неудачный прострел. Здорово. Обратно на Первушин отдает. Первушин. С мячом сейчас остается Федор. И с мячом он в итоге в трофную и входит. Попытка прострела на ближнюю штангу. Неудачный прострел. Но тем не менее, Ротер все еще с мячом. С чем это связано? Важно, что будет повреждение. Один из игроков двух команд получил. Но встал. И Полиенко. Первушин просто по свистку буквально. Азаров. Ну и также, в общем, вернулся в Микошколе. После дисквалификации получил он красную карточку в матче с Торпедо. Это тот самый эпизод на последних минутах матча, который уже обрал спорами, диалогами. Торп с номером с мячом. Это Первушин. Удар поворота Первушина. А Косаревский здесь не реагировал на ситуацию. Но и Первушин, в общем-то, переиграл своему удару Косаревского. Однако, тоже не факт, что он сможет выйти на поле. И тем более на какой-то продолжительный отрезок времени. Вот такая ситуация. Ну вот, например, у КамАЗа сегодня нет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...